Здравствуйте! Я сегодня приготовил для вас два небольших комментария на недельную главу в Айран. Посмотрим вместе. Давайте сразу обратим внимание на вторую казнь. Лягушки. Мы знаем, что лягушки были абсолютно везде, но они также прыгали в печи египтян. И вот так написано в Торе. И воскиши тни лжабами, и поднимутся они, и придут в твой дворец, и в спальню твою, и на постель твою, и в дома слуг твоих, и к народу твоему, и в печи твои, и в квашни твои. Как ни странно, в Талмуде написано, что именно из этого места Хананьямишорвеазари выучили, что им тоже нужно идти на смерть и сделать кедуш Ашем. Они сделали Калва Хомер. Если уже лягушки, у которых нет заповеди кедуша Ашема, пожертвовали собой и следовали воле Всевышнему, то мы, у которых есть заповедь восхвалять имя Всевышнего, мы не имеем права поклоняться Аидовам. И мы тоже должны пойти на смерть. Что на самом деле странно будет, мы так раз просчитали, что в Торе написано, что лягушки пойдут в печь. На что отвечают мудрецы, что лягушки могли бы друг другу сказать, это ты пойди в печь, а я пойду в спальню, а я пойду на кухню. И были те лягушки, которые все-таки пошли в печь и пошли исполнять волю Всевышнего. И поэтому Калва Хомер все-таки состоится. Ведь не все лягушки должны были идти, но все-таки были те, которые пошли. И раз уж они пошли, то мы тоже должны пожертвовать собой. Адаркий Мусор пишет, что отсюда мы видим, что если у еврея есть возможность выполнить заповедь, он не должен искать возможность от нее избавиться. Или сказать, что пусть другой сделает эту вещь. Он должен попытаться сам ее выполнить. Если можно помочь другу, или если нужно сделать какой-то хесед, нужно попытаться сделать это самому. А теперь давайте посмотрим на четвертую казнь. Дикий зверь. Среди прочего в Торе написаны такие слова. Я отделю в тот день землю Гошен, в которой живет мой народ, и не будет там тихих зверей, чтобы знал ты, что я бог, владыка земли. Равмойши Штернбух пишет, что вся суть отделения египтян от евреев заключалась в том, чтобы евреи увидели, что Всевышний владыка этого мира, и что он управляет всем, что происходит в этом мире. И это главный принцип, которым хотел Всевышний научить еврейского народа, что Всевышний, он управляет этим миром, что есть Ажгаха Прадид. И он говорит, что этот принцип также важен для нас. Даже в нашем поколении, когда вроде бы ничто не мешает еврею соблюдать то же заповедное, все равно, когда речь идет о работе, о бизнесе, о деньгах, люди забывают о том, что все это тоже зависит от Всевышнего. Люди, которые работают, вкладывают много времени и силы на то, чтобы заработать, или построить компанию, или просто продвинуться в жизни, очень часто зацикливаются на своей личном успехе, на своей личной работе, на своем личном вкладе. Но еврей не должен забывать, что несмотря на то, что человек должен тяжело работать и трудиться, все решается свыше. А в конце давайте обратим внимание на то, как Всевышний оберегает еврейский народ. В течение всех этих казней еврейский народ за всем этим наблюдает. Подумайте о том, как он себя чувствует, как евреи в то время чувствовали себя. Они чувствовали себя защищенными, они чувствовали себя особенно. Вполне возможно, что Всевышний это задумал, потому что он знает, что с одной стороны, он их освобождает от рабств и птицам, с другой стороны, он их ведет к тому, чтобы они служили ему. И для того, чтобы это произошло с успехом, он их оберегает и показывает любовь к нему. Давайте друг друга поддерживать, будем друг другу помогать и друг другу облегчать жизнь. И тогда нам всем будет легче слушать Всевышнего. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok